Добрый день! Меня зовут Янина. Я из города Николаево, Николаевской области. У меня есть чудесная семья. Муж инвалид третьей группы, он перенес инсульт. Дочка Валерия. Ей 8 лет, она перешла в третий класс. До начала войны мы жили в городе Николаеве. Дочка ходила в спортивную школу, занималась художественной гимнастикой. Я работала юристом на предприятии, которая занималась перевалкой грузов на морские судна. У мужа была своя мельница, он занимался мукомольным производством. Но с 24 февраля у нас в жизни все поменялось кардинально. Я перестала работать, потому что мое предприятие вышло с 1 марта на простой. У мужа находится предприятие в таком месте, где очень активно ведутся обстрелы. Дочка тоже вынуждена перестать ходить и в общую школу и в спортивную школу. 24 февраля мы запомним на всю жизнь, потому что таких звуков, которые мы слышали утром вместо будильника, мы не забудем никогда. Это были жуткие бахи, это какие-то были страшные взрывы. Звуки были нам очень непонятны, очень незнакомы, потому что раньше мы таких звуков не слышали абсолютно. Потом из новостей, которые незамедлительно появились везде, мы поняли, что это были ракетные обстрелы Российской Федерации. Мы поняли, что началась война. Мы, конечно, очень надеялись, что эта война очень быстро закончится, что это какие-то были политические акции, выходки, еще что-то. Очень надеялись на вот эти дипломатические переговоры, поэтому мы в течение месяца не покидали родной город. Да, мы жили на сумках, мы спали одеты, мы постоянно выбегали в коридор, в тамбур, когда начинали сильные обстрелы, но мы держались до последнего. Но когда я посмотрела в глаза своему ребенку и поняла, что там дикий ужас, хотя ребенок очень держался у меня молодцом, я поняла, что нужно выезжать. Мы первое время жили во Львове, потом мы переехали в Рене. Я оформила статус внутренней примещенной особы, начали мы получать пособия 2-3 тысячи, но этого, конечно, недостаточно для того, чтобы полноценно более-менее жить, покупать питание, одежду, потому что все осталось в Николаеве. Самый мой большой страх, который у меня сейчас есть, это то, что война может затянуться, и мы очень долго не попадем домой, не увидим своих родных, своих родителей, которые остались в Николаеве. И больше всего я боюсь это то, что они могут пострадать, может пострадать их здоровье, жизнь и так далее. Это самый мой большой страх на сегодняшний день. И самое мое большое желание, чтобы эта война закончилась, чтобы все остались живы, все остались здоровы, чтобы имущество людей больше не страдало и не разрушалось, люди не вынуждены были скитаться, и мы наконец-таки вернулись домой. Потому что тот день, когда я расставалась со своим мужем, когда он нас садил в машину, чтобы вывезти в безопасное место, я тоже не забуду никогда, потому что тот страх, который я испытала, он даже был сильнее страха этих обстрелов, потому что я поняла, что я могла его просто не увидеть, потому что он остается в зоне активных боевых действий, там, где ситуация усугубляется. Но, слава Богу, мы встретились, все хорошо. Поэтому мы очень надеемся на эту помощь, очень надеемся, что вы нас услышите, потому что нам это нужно для проживания, нам нужно для оплаты жилья, для питания, потому что никакую другую помощь мы не получали ни от Юнисеф, ни от Красного Креста. Поэтому очень надеемся на вас. Спасибо большое. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok